Эксперты сельхоза отрасли Края не раз отмечали, что отсутствие субсидирования усугубляет и без того непростую ситуацию с продажей зерна, пишет Политсибрум. Если наш регион включат в список тех, кто имеет право на льготные тарифы, ситуация на зерновом рынке Края может стабилизироваться. Таково мнение властей региона. Они обратились в Минсельхоз, который, кстати, занимается этим вопросом по поручению президента. Торговый центр «Воскресенье» в Наукограде могут открыть только после 26 апреля, сообщает бийский рабочий. Именно на 26-е назначено рассмотрение ходатайства собственника центра о возобновлении его работы. Ранее сообщалось, что «Воскресенье» закрыли лишь до 16 апреля. Бийчане не могут воспользоваться и услугами сети «Киномир», которые располагаются в здании. Теперь у жителей Наукограда остался лишь один на весь город кинотеатр. К слову, собственник торгового центра подал ответный иск прокуратуре о закрытии здания без предупреждения. Между тем, корреспонденты напоминают, что надзорное ведомство имеет на это право на срок до 90 суток. Комсомольская правда Барнаул информирует о том, что с 4 мая запустят еще один авиарейс Барнаул-Казань. Теперь самолеты будут летать во вторник и субботу. Одна из целей рейса – сделать удобную доставку болельщиков на матчи чемпионата мира 2018, которые пройдут в Казани. К тому же у туристов появится шанс познакомиться с культурой и природой Татарстана. Татьяна Голубева, Наши новости.